всем здорова чуваки с вами как всегда на связи брайан и мы вместе с вами продолжаем играть в атиллу total wars модификации 1220 за киевскую русь на легендарном уровне сложности ну что ж остановились мы с вами в прошлой серии на том что отбили армию польши армии трапезонской трапезонской империи и перешли в контратаку естественно мы сейчас собираемся на следующем году про атаковать белгород а после чего направимся в херсонес но прямо сейчас нас ждет битва с польшей у кракова поэтому всем приятного просмотра и мы начинаем так кстати очень довольно таки долго постоянно прогружаются карты городов и так вот зря нора переключил сейчас на дочь мне интересует сухая погода и тут просто обалдеть какой замок стоит ни хрена себе нифига себе вот это да и что это моему штурмовать час должны будем так но проход есть по крайней ворота бить не надо будет это рада то думаю как нам тогда разрешили штурмовать город которого есть стены обалдеть вот это красотень слушайте вот это краков просто фантастика надо обязательно за все это заскринить будет ладно давайте тогда сейчас перейдем их дел на надо будет про атаковать этот собственно город будем атаковать его с этой стороны у нас имеется 4 она игра лучников можно будет вперед поставить опорников назад конницу сюда уберем и начнем атаку возможно враг предпримет попытку выглазки а может быть и и нет всякое может быть отправляем наших лучников тогда skype к бегу то я блин я не могу не удержаться чтобы не сделать скрин этой красоты не сейчас не позволяет угол обзора ладно к значит подождем так а там у нас именно ударная конница на нас прямо убегает так по сидимости они будут делать вылазку я так смотрю хорошо его там и зацепила 14 человек просто потерял моментально так куда почему вы не бежите вперед вы назад должны бежать или хотя бы попробовать уничтожить его залпом все таки ударная шкала должна лечь ой хорошо ой хорошо так как ему досталось так назад окей все понял намек уходим в город нам войти в этот не пойди не получится к сожалению поскольку враг затеял вылазку значит нам остается его только ждать анагры сюда переправляем на ополчине с копьями здесь черт болельщики выходят по нас интересно отряда можно оставлять на стены или нихрена вот даже интересно обязательно протестим что я если честно не без понятия давайте уже убьем этого генерала чтоб глаза не мозолил все сдох отлично убит вражеский полководец а мы сейчас за арбалетчиками бросимся в догоночку так и тут нас копья преследует единственная а вы и все разбегаются они все разбегаются вообще взяли марш броском все побежали ну и собственно первая наша победа и первый захват города ну что же если города будут все такими то это будет круто я пока сделал скриншотик все таки не смог удержаться а тут путать от парни не хотят отступать по причиню я думал сейчас уже победа будет и нифига подобного наверно отключить чтобы своих не убивал отряд поддобить и все это у нас кстати кто топорники ну все должен же отступить не могут же не до последнего биться не настолько же не храбрые нет не настолько победа но нас тут просто спас тот факт что у нас было на горах им пришлось выходить из города я думаю если бы мы именно штурмовали города потери у нас были бы намного больше потому что не все таки арбалитчики есть они на стенах могут творить большие дела оккупировать город соответственно интересно как этот город перестраивается будет ли он меняться под культуру именно киева да так тут кстати доступна у нас ячейка для строительства это мы наверное плодородие в этой провинции плюс один даже есть ни хрена себе то есть можно таким образом храмом поднять плодородие это круто на самом деле так а что общее строить хоть взглянем мы тут можем так ну часовенько это понятно ремесленные мастерские имеются два вида да обе кстати приносят на позднем этапе 1650 голды дальше у нас водоем есть который дает санитарию общественный порядок богатства от культуры он кстати нам необходим но нам также необходимо сейчас и еда ну и число не тоже конечно лишнее не будет могу сказать давайте наверно начнем с полей так что вот по поводу часов не на пищи хавает 20 он давать ее смесем наверно мне кажется лучше если что здесь построить еще одну казарму потому что здесь у нас будет казарма в будущем под конницу а нам нужна еще казарма под пехоту и казарма под стрелков прям как восточной западной римской империи ладно хорошо замечательно жрец у нас отправится в херсонес мы же с вами отправляемся в белгород анагар распускаем ну что ты сейчас содержание конечно многовато 515 пускай голды будет это еще более-менее тут кстати поблизости у нас монгольская империя тусит так ну гарнизон здесь есть все никак город не отстроится за счет чего здесь чек так много для строительства боем родил город тро уровня странно и одновременно непонятно надеюсь у них нету больше армия существ как приплывут сюда толпой потому что вот та же польша она умудрялась два стака задержать одновременно ну а трапезон сейчас пролетел армию по крайней мере в белгород не пригнал соответственно сейчас мы тогда белгород и захватим ну что же экспансия пошла как говорится теперь главное не слиться так здесь у нас королевство венгрия показалось а это кто у нас герцог и герцогство селезия тут у нас так хочу там польшу все что кромсали на куски не ну мир они не хотят а нет в принципе на мир согласны польша 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 мир в принципе давайте мир заключим сейчас почему нет сейчас подождите посмотрю что то нас тут живет потому что у нас вокруг вокруг нас очень много соседей которые к нам не очень так добры королевство венгрия что там надумала договора не нападение не надумала торговлю тоже ни хрена не хочет валашское княжество тут тоже рядышком у нас находится тоже недружественные отношения княжества литовская нас сверху находится тоже ничего не хотят до заключать наверно да так тогда а мы можем с монгольской империи заключить мир это не можем не хотят они хазарский каганат он возле черниговского княжества находится мир тоже не хочет воюют только с нами королевство польши тогда давай мир пока пока мир повоевали хватит можно с них денег стрясти неплохо так морить как 4 300 мне не хотят ну четыре тысячи думаю неоднозначно дадут мне куда не денут то 4 тысячи разбогатели но замечательно у нас казна и так не пустая 19000 нам как раз деньги пригодятся сейчас перестраивать вот это все дело полюс тут нам надо будет были конечно и стрелки хороши в обороне да ну давайте наверное все таки с кони со потому что кони со нам необходимо очень необходимо сейчас будет что тут кстати во плодородию ну плодородие здесь нормальная 5 а кстати может вырасти она больше если мы построим часовню или нет его знает никто не скажет ну ватили нельзя здесь не знаю потому такие глупые вопросы задаю так нам нужна максимум фирма которая будет производить на максимум пищи бадах дополнительная 10 за каждый уровень плодородия 5 6 18 за каждый уровень плодородия двуполье на строим 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 так исследование у нас завершено тем временем что дальше стоимость содержания минус 10 процентов для пехоты ближнего боя так тут у нас кузя тут большую большой острог войска за две с половиной тысячи у нас имеется один ход будет изучаться так то в принципе я бы сейчас это изучил тоже взял сплоченность стоимость найма численность рост все провинции тоже надо гражданские обязательно поизучать взять давай а что это постройка на какая цепочка большой да тут в принципе она нам найма то никакого не дает по пехоте пока не будем деньги тратить давайте лучше содержание с нижним мне кажется будет полезнее сейчас для нас намного и тут не напрягает то что не тут грабит еще стоят и 1000 доход кстати у нас тем временем я бы в галич взял поставил еще одного генерала сейчас посмотрим что тут у нас да как что да как вот этот по влиянию у нас очень сильно вырос прям и все волат у нас по идее на следующий ход уже ну через год можно так сказать будет доступен снизить популярность собрать поддержку обеспечить верность устроить свадьбу 60 лет за кого тебя за молодого 23 года губернатора магнат ну этого можно тоже хотя он старик старик уже 44 года лана пока 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 подождем не будем спешить пойдем на разведку херсонес собственно мне кажется что там все таки армия какая-то базируется но не может такого быть что тут два отряда застречка в шесть отрядов копеечка ну я думаю разыграем битву разыграем посмотрим на город может он будет другой какой нибудь может быть и нет давайте разыграем мне просто интересно на самом деле посмотреть угород плюс у нас тут она гранита соответственно нам придется его штурмовать полностью поехали так сухая погода нас устраивает ох красоте не а тут они замок решили вынести просто сюда для красоты поставить он тоже в принципе да вот вас верненькая карта ничего не скажешь круто все выглядит потрясно на самом деле так ладно дать подумаем откуда мы будем атаковать всю эту прелесть теперь с какой стороны так тут будет возможно стоять баррикады отсюда не вариант заходить ну наверное отсюда я не знаю флот у них есть нет без понятия тут так ну что никого не забыли всех переместили сюда всех поехали тогда в нападение надо будет обязательно сразу туда взять сожжите башню чуть-чуть тоже вылазку что ли делают не понял я вот сюда их поставлю раз сюда поставлю два на топорника вперед ну походу как они на вылазку тоже согласны башни прям в год в домик встроили ну чё прикольно все отстреливаем их убегают меня за сранцы тогда это так клином про атакуемых о красота интересно чё они все на вылазку то постоянно прутся на фига непонятно сейчас тоже их окружим да надо будет нашим генералам побегать поразгонять этих застрельщиков так что клин не врубается нифига печально и будь туда прям забегаешь так что-то остановился так как-то медленно давай давай вперед 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 все этих погнали мы замечательно эти сейчас тоже сбудутся так там кто-то возвращается так полководцы хотят убить ну да блин тут надо аккуратненько их сейчас вперед пройти за теми прям чтобы полководца по возможности не потерять еще все побежали такие обходим тогда их сюда внизу а ну тоже бегут отлично прям до центра их ну а сюда топорников побыстрее отправить в помощь они там чё скотами или нет а нет это у них просто это копье которое не бросает так ты все да я так полагаю весь гарнизон и доставил осталось несколько застрельщиков сейчас наш топорники их расхерачит что-то у нас кстати есть из бонусов боевой дух плюс один там нам не нужен и так победим вроде по духу по-боевому не просаживаемся так еще отряд топорников давайте туда вперед продвигаем так эти убежали отлично ну и последних разодрать и победа да 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 занимаем провинцию и у нас хоть появился выход к морю то есть может быть даже с кем-то еще и торговать сможем так пополнение на тебе авторитет сплоченности командира пехоты что у нас тут в городе уго город ксари хорошо развит это радует плюс тут военные причалы есть что тоже очень хорошо стадо коста я так полагаю надо будет перестроить глиник тоже перестроим по это перестраивать нельзя интересная глиник можно перестроить в военные постройки интересно тогда под снос и это тогда под снос ух ты охотничьи люди то стрелки да прикольно гарнизон то нехилые такие стак можно останавливать ими у нас тут тут какие-то просто бомжи в гарнизоне скорее всего по идее после должны появиться нормальные в кракове кстати тоже гарнизон жесткий но он не восстанавливается почему а это вот за этих вот подонков которые у меня здесь находятся попробую тогда через осаду их приманить к себе поближе потом разобрать их так вот она разведку проведем херсонесе и пойдем тогда на херсонес может быть тут есть что нанять не туда но тут можно наемников взять для атаки будут я не думаю что он прям проблема будет большая у нас с взятием города можно его даже из моря будет проатаковать в общем посмотрим так кстати да губернатора назначить 22 года полина что там чуть не администратора никого нет нормальных таких опыт для новых агентов выбор невелик может пропустить один ход посмотреть на следующий ход кто появится потому что мило будет взять губернатора да скорее всего взять его еще себе и усыновить потому что у меня с полководцами проблема предлагают мир еще и требуется меня в чем-то бурили в конец что ли как можно требовать с киевской руси деньги мы обогащаем свою казну приперлись монголы к нам чего второсчет да вроде как победит или сыграть хрен его знает сбалансированный тяжелая победа жестко то мне не хотелось битву такую разворачивать в колхозе надо избавиться от них сейчас сможем проатаковать вроде недалеко стоя до да отлично так мы все назад а до возвращаемся хотя бы вот так вот возле города ставим по крайней мере будем даже если кто-то у нас протокует будем в радиусе достигания нашего нашей провинции строит она здесь еще одну казарму так хорошо да здесь что у нас перестраиваем тогда наше главное селение это мы продолжаем ломать все военные причалы может быть даже перестроим нам сейчас необходимо будет с моря проатаковать херсонес побыстрее взять тогда его отлично тут в принципе армия небольшая нет тут никого а тут слушать это даже ребятки черниговское княжество стоя на которой хотел опередить нас и захватить провинцию но мы не дали так ну что королевство венгрия торговать не хочет договора не нападение тоже не хочет хазарский хаганат нас не трогает это хорошо монгольская империя кстати уже овцам подошла уже совсем бы рядом то есть нам как раз эту провинцию взять и надо закрепиться здесь право прохода войти в империю не хотят ну у нас 14000 казна в принципе богатая чё про такуем возьмем город кстати будут крупные так полагаю посмотрим на него хоть заодно так и садуешь пропустить так полководец понятное дело у нас на суши до остался так вода собственно какие башни здесь представлено не интересно они стреляют или нет это так просто для вида будем надеяться что они могут стрелять хотя лутная метка нарисована то есть значит значит стреляет как говорится так ну ладно нам наша задача собственно будет высадиться так я хочу за берег такой отрезанный тут у нас 4 такое что-то странное творится с картой ладно принципе нас это не интересует давайте сюда их поближе всех поставим а чё не спарены идут корабли сери ухты первый раз такое вижу как надеюсь не хоть не забагуются на высадке поплыли они их поделили там 80 и там 80 интересно все против нас их слишком много серьезно в тамбурде их немного было за фигню нам говорят давайте ускоримся побыстрее чтобы уже доплыть заодно хоть посмотрим как они будут высаживаться враг приближается это не себе сообщают видимо ну и как 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 вы будете высаживаться где твоя связка вот она осталась да ну-ка а ну в принципе а вот так вот даже до высаживаться нормально чего а они просто тонут сами после этого как прикольно нам уже не сожгли корабль не они все тонут остальные корабли они тонут после этого все на город прорываемся в город да да даже сюда башню отцепили а я не помню кстати здесь были разве башни на вот этих углах то что прикольно сделано площадь так они навстречу пошли сейчас наших лучников начнем высаживать еще ох там их сбегается насколько смотри как удобно они решили держать свои позиции на подъемах так нам обязательно кого-то пустить в обход будет да это как сделаем здесь организуем оборону на вот эти отряды то допускаем в обход тут же можно подняться что-то здание какие-то перекрыто все надеюсь поднимемся нам наши лучники нужны и сейчас сделают свое дело да эти корабли сразу тонут были на самом деле это стремно когда вот это слышишь корабль потерян звучит не очень круто а тут кстати сразу два высадилось может противорота взять вот эти вот сейчас таких застрельщиков будем отстреливать дальше всех стоят да заодно там будет и копеечка вцеплять еще вдобавок сейчас народа возьмем ворота пойдем у вас сюда отправим а вы тут стойте все пошел захват отлично так радиус такой большой дон сюда так а тогда пока сюда так лучники достают тут пойди должны а таксичных тоже отряды еще припасены они ханик вернули вот она как то есть здесь никого не туда получается давайте-то подготовим пока их ой долго кстати башни захватываются чё-то я не посмотрел прям очень долго ее можно всю биту захватывать плюс уже практически армию шатала не очень хорошо давай 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 вперед все отлично сзади нежданчиком к ним пришли и здесь сюда что возьмем не возьмем неужели конечно отряд копеечков положили здесь но ворота взяли мы но зато это кстати сейчас у нас решающий маневр был этими отрядами мы всех обратили в бегство в принципе и генерал нам не понадобился все тогда сюда продвигаемся на застрельщиков и сзади тут заходят тоже ну это зараза смотри как разряжаются по нам давайте отсюда уведем так а ты сюда на центр идешь да вот этих вот подловить тут все теперь им некуда бежать все город наш сейчас попробуем обойти и сзади прочаржить их и вот так вот ну чарджа конечно не было но в окружении по крайней мере они теперь находятся а значит боевой дух у них снизится еще в разы все отлично и за стрельщиками то же самое проделать надо побыстрее битву заканчивать вот тут башня блин снайперским огнем херачит пока не потеряли полководца ну вот так вот мы опередили наших союзников замечательно обломали их все агентика тогда ставим сюда пускай здесь следит за монголами так повышение да что тут построено у нас много чего построено смотрю это на ремонт военные причалы ну я думаю тут можно будет порт построить на доход пускай ремонтируется давидную винограда мы оставим и тут что-нибудь перестроим еще вот так вот в киеве у нас однисная болезнь давайте завершим ход а да с губернатором все таки боевой дух при обороне магнат все те же самые остались у нас ну ладно пускай магнат этот идет сарматию что тут поставим тоже рост до пищи хотят в принципе тут города и так разрослись неплохо можно не рост пищи можно религиозное влияние общественный порядок так скорость исследования налоговая ставка пять процентов план пускай пища пока и рост еще куда расти завершаем ход ну что ж друзья на этом в принципе наше прохождение сегодня за киевскую ростину а снова подошло к концу довольно таки интересное прохождение получается буду ждать когда ко мне снова придут монголы ну и ждать каких-то новых неожиданностей от других фракций которые могут как объявить войну так и заключить со мной торговлю или военный союз в общем если вам понравилось сегодняшнее прохождение не забудьте видео поддержать лайком обязательно подписывайтесь на канал обязательно включайте колокольчики чтобы вам приходили уведомления вы не пропускали новые серии всем удачи друзья с вами как всегда на связи был брайн и увидимся на новом видео спасибо 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 спасибо